23 проверки и 223 нарушения. Таков итог работы и отдела контроля в сфере закупок и финансовой деятельности. В числе нарушителей муниципальные предприятия, включая библиотеку, школу, детский сад, здравительный лагерь, сельский культурный центр и другие учреждения. Некоторые предприятия упоминались в докладе чаще других. Нарушение части 2 статьи 2.223 федерального закона. Установлены случаи неправомерного выбора способа определения поставщика, подрядчика-исполнителя по шести контрактам на общую сумму 39 млн 679,4 тыс. рублей. Таких один случай Балаково-Водоканал. Нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие государственной регистрации объектов недмежимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Таких четыре случая. Балаково-Водоканал, Межпоселенческая центральная библиотека, Детский оздоровительный центр «Ваш салют» Балаково-Электротранс. Руководители двух предприятий – Балаково-Электротранс и Балаково-Водоканал, которые упоминались в докладе, дали свои пояснения на планерке. Причем один согласился с результатами проверки, а второй – нет. Вы давали пояснение по каждому пункту. Из всех этих пунктов, может быть, один мы можем принять. Согласитесь? Да. Все остальное? Все остальное у нас… Их поздно нет, этих тоже. Право в вашей деятельности. И на ваших разногласиях был дан полноценный развернутый ответ. Мы готовы еще раз повторить эти разногласия. Поэтому позиция контрольного органа остается такой, какая она есть. Согласно требованиям законодательства. Поскольку больше всего претензий у назорного органа оказалось к Водоканалу, мы решили узнать, что за нарушения были допущены руководством предприятия. Это была проверка за три года. За 14-й, 15-й, 16-й. Проводилась она где-то год назад. Почему сейчас это все всплыло, да, вот как-то вот публично стало озвучиваться. Мне непонятно. Ну, нелепость в чем. Нарушение в том, что мы платили зарплату медработнику. Не имея лицензии. Ну, если сказать, лицензирование предрейсового осмотра ввели с 1 мая 2015 года. В ноябре 2015 года у нас была уже лицензия. Нам за все три года там посчитали, что мы неправомерно медикам оплачивали зарплату. Покупка двух автомобилей «Дастер» – это экономически неэффективное использование средств. Ну, мы же не «Гелендвагены» купили. Мы купили «Дастеры» производства России. Производятся в городе Москва стоимостью там 700 тысяч рублей. Списали три очень-очень старых легковых автомобиля взамен купленных этих. Также Балаково-Водоканал стал лидером нарушений в сфере закупок на сумму 39 миллионов рублей. Ну, во-первых, не 39 миллионов рублей, а 30 миллионов рублей. И, во-вторых, это такая же конкурентная, были проведены такие же конкурентные процедуры. Такой же открытый запрос цен. Все та же самая конкурентная. Это не у единственного поставщика. Все это была абсолютно конкурентная процедура. Это и материалы, и реагенты для обеззараживания, и ГСМ. Михаил Лебуркин стал директором Водоканала в 2015 году. Однако отвечать ему приходится за деяния прежнего руководителя. Здесь было нарушение, оно действительно было. Это в 2014 году, когда предыдущий директор Евгений Викторович поехал в командировку, не оформив распоряжение работодателя, то есть комитета по управлению имуществом. Поехал в командировку. Вот это нарушение было. Далее по списку незарегистрированное имущество. Для того, чтобы оформить недвижимое имущество и затем платить за него налоги, нужны огромные средства. И не каждому муниципальному предприятию это по карману. И тогда на помощь должен прийти собственник, то есть муниципалитет. Актом проверки установлен факт отсутствия регистрации права собственности на 833 объекта недвижимости, находящихся в нашем хозведении. Но регистрировать право недвижимости – это обязанность собственника. Выделение материальной помощи сотруднику по причине болезни посчитали необоснованной тратой средств. Так же, как и примирование другого работника. Мы давали работнику в размере 10 тысяч, связанную с тяжелой болезнью и так далее. И единовременному вознаграждению в связи с 50-летием в размере 4-х чисел. Значит, это не предусмотрено были коллективным договором. Вместе с тем, я имею право на поощрение работников предприятия. Это у меня есть, это записано. Поэтому тут выплаты проводились за счет чистой прибыли предприятия. Глава БМР Александр Соловьев поручил правовому управлению разобраться в ситуации, учитывая возражения проверяемых организаций. Я прошу приготовить мне анализ объективности нарушений и объяснений, которые следуют стороной рекламы.